Всем привет, меня зовут Даша Исаева, это канал Даш. Сегодня у меня в гостях Константин Мордишвили. Костя, привет. Здравствуйте, очень приятно посетить ваш подкаст. Приятно тебя здесь видеть. Костя, расскажи, пожалуйста, про свой уход из ЦСКА. В какой момент ты понял, что пора сменить клуб, в котором ты провел 14 лет, всю свою карьеру? Да, конечно, очень тяжелый переход. Я понял это, когда начал потихонечку уже не выходить на поле, то есть мне отводили буквально 15-10 минут, и я понял, что нужно развиваться и нужно менять клуб. Скажи, когда ты стал выходить на 10-15 минут, это ведь было ни в один, ни в два, ни в три матча, это была какая-то определенная дистанция. На протяжении этой дистанции ты понимал, что тебе нужно, возможно, с кем-то поговорить? Делал ли ты шаги навстречу тренеру, чтобы понять, почему тебя не выпускают? Да, мы постоянно разговаривали, то есть где-то я не нравился в каких-то компонентах главному тренеру, и это было уже понятно со сборов, что я буду играть 10-15 минут, то есть не в стартовом составе. И, думаю, после этого уже начали потихонечку искать клуб. Но, к счастью, на нас вышел локомотив, то есть очень хороший вариант, и, я думаю, все отлично получилось. А в психологическом плане у тебя были какие-то сложности? Ведь ЦСКА был для тебя, скорее всего, семьей. Там 100% остались близкие тебе люди, друзья. Да, конечно, было очень тяжело, потому что, ты была права, 14 лет в одном клубе, с самого раннего возраста, с 7 лет. Я знал просто всех, там, начиная с тренеров, заканчивая охранниками на базе. И я думаю, что... Да, тяжело, но при этом я все равно поддерживаю связь со всеми, и это очень хорошо, что до сих пор списываемся со всеми. То есть это все отлично. Мне кажется, есть такой стереотип у людей, которые не в футболе, что когда игрок меняет одну команду на другую, то он рвет связи. И те люди, которые были частью его прежней команды, они для него просто перестают существовать. Но ведь это же вообще не так. Ну, это может быть, но это не про меня. То есть я всегда поддерживаю связь. Я всегда поддерживаю связь. Тем более у меня очень много друзей в футболе и за пределами. Так что постоянно 24 на 7 всегда общаюсь со всеми. Ходят легенды про дедовщину в ЦСКА. Но ты не застал тот момент, когда были братья, когда был Игнашевич еще игроком. Но слышал ли ты какие-то истории трэшовые, когда, например, ты был еще 15-летним мальчиком, и тебе рассказывали, что, боже мой, я попал в первую команду и боюсь туда возвращаться? Ну, не то чтобы прям дедовщина, но я попал на Алан Загоева, конечно, и на Кирилла Набабкина, то есть Игоря Кенфеева, само собой. Был аут такое, что душили иногда на тренировках, но не было такого, что прям ужас вообще полный. Ну да, были несколько историй, связанные с моим другом, с Наиром, тоже пару раз на тренировке. Я помню, он мне рассказывал, что оставался после тренировки просто попадавать в штрафную, и он оставался с Василием Березуцким и с Алексеем, по-моему, если не ошибаюсь, и Вернбулом еще был. И они просто попросили его попадавать в штрафную, позавершать, и что-то раз у него не получается, два не получается, и на третий Вернбулом зовет переводчика и говорит, скажите ему, чтобы он пошел в Ашан работать. То есть такие ситуации тоже были, да, это очень смешно. Но такого я не пожелаю никому, конечно. Ну, в общем, мне кажется, для молодого игрока это жестко такое услышать. Тикий с этим справился, и я думаю, что тоже он сейчас на хорошем этапе находится, очень хороший человек, очень хороший футболист. А была ли у тебя какая-то такая история, при которой вот эти деды, возможно, не устраивали дедовщину в классическом понимании, но все-таки жестко тебя принимали и на тренировках просто опрокидывали тебя? Естественно, такого не было. То есть на поле, в пределах поля все всегда жестко, может быть, где-то наступит, где-то локтем ударит, но за полем всегда посмеемся, всегда дружим с друг другом. То есть нет ничего такого, не переходит все за пределы поля. Все, что на поле, остается на поле. А в чем проявляется вот эта старческость, если можно так выразиться, Загоева, Акинфеева, Набабкина? Насчет Алана, я думаю, что это очень сильный футболист из-за того, что он поиграл в таких, с такими сильными соперниками в Лиге чемпионов на протяжении скольких лет он держит очень сильный уровень мировой, то есть из-за того, что он видит игру чуть по-иному, по-взрослому правильно, из-за этого у него есть все время вот этот подсказ, как правильно, и когда ты ошибаешься, делаешь глупые ошибки. Понятное дело, что ему не терпится что-то тебе высказать, но это, скорее всего, больше как опыт, он учит все время всех молодых игроков, и не только, так что приятно было играть с Аланом, и, надеюсь, может быть, еще встретимся с ним. Получается, Алан тебе помогал больше всех, когда тебе нужны были какие-то советы? Честно, не только Алан, но и он в том числе, постоянно на поле это подсказ, что нужно, когда правильное решение, когда нужно принимать. Тебе не кажется, что это вполне себе путь для того, чтобы стать тренером? Тренер Алан? Тренер Алан. Я думаю, да, получится у него. Слышишь, Алан, тренер Алани. Вот, это вообще супер. Какие у тебя были мысли, когда ты узнал об интересе со стороны локомотива? Вроде бы там все очень оперативно обернулось, но тем не менее. Да, получилось довольно быстро. Конечно, всегда приятно, когда тобой интересуются. И тем более такой клуб, как локомотив, очень сильный из своей большой истории. Еще один шаг был то, что команда играет в Лиге Европы. Но они все время участвовали в Лиге Кубках. Было очень много, несколько, много плюсов. Так что все это и помогло мне перейти, обдумать все и перейти в этот клуб. Ты работаешь со своим отцом. Мне, например, кажется, что это вообще очень здорово, когда тебе помогает в творческом развитии, в твоем профессиональном пути. Кто-то кому-то действительно не безразличен. Тебе в этом плане повезло, потому что папа тебя в обиду, если что, не даст. Когда вы обсуждали переход в локомотив, было ли за тобой решающее слово или за ним? Конечно, решающее слово всегда идет за мной. Но при этом мы сели вместе, подумали, споставили просто все за и против и пришли к единому мнению, что нам нужно переходить в локомотив. Слушай, ну вообще это здорово, когда действительно идут разговоры о каком-то долгосрочном пути клуба, не только о том, что здесь и сейчас. Потому что когда говорят, что вот Федя Чалов грустно, что не перешел в Crystal Palace, я хватаюсь за голову. Потому что Crystal Palace, который в то время, когда Чалов вроде как туда собирался, сыграл в бей-беги футбол, я не могу представить этого игрока в команде с таким футболом. Мне кажется, это было бы просто губительно. А в случае, когда действительно думают о том, что игрок впишется в систему команды, и что не будет такого, что, например, поиграли в одну схему, а потом в другую, ну это здорово. Честно сказать, Федя Чалов очень хороший игрок. И на тот момент, когда его приглашали в Crystal Palace, он провел очень сильный сезон. Он забил, если не ошибаюсь, 16-15 голов за сезон. И я думаю, что это был шаг вперед, перейти в Crystal Palace. Но, к сожалению, не сложилось, не получилось. Но на данный момент опять он бросил себе вызов и перешел в хорошую опять команду Швейцарии. И отлично там выступает. Вот он недавно забил гол. Еще один. Да, я в любом случае согласна, что Англия и Crystal Palace – это круто. Но, на мой взгляд, просто когда ты креативный игрок и привык играть в атакующий футбол, и затем тебе предлагают резкое изменение на Crystal Palace с процентом владения мяча в 38% в среднем, ну, я думаю, это риск. Ну, опять же, это выбор игрока. Да, то есть был бы я на его месте, и я бы 100%, думаю, тоже бы ушел в Crystal Palace. И это очень хороший вариант. И ты же не знаешь, какую игру будет ставить команда. Может быть, у них такая тактика, и поэтому они держат 38 владения мяча процентов. Так что, мне кажется, все зависит от тренера. Может, это было специально. Если бы ты хотел играть в Европе, то какой чемпионат ты бы предпочел сразу попасть в крутой, мощный, типа Англия, Италия? Или, возможно, ты бы рассмотрел варианты с Чехией, Словакией? Хороший вариант, конечно, созреть, как футболист в таких чемпионатах. Ну, вот как ты сейчас предположила, Чехия и Словакия, да, созреть и потом перейти в сильные. Ну, а почему бы сразу себя не попробовать в топ-чемпионате Англии, например? Хорошо не первые, там, 15 мест хорошо. Вот нижняя четверка, там, пятерка. Почему бы и нет? Круто, что ты сказал не первые 15. Просто обычно футболисты таких ситуаций говорят, хотя бы, ну, не первые топ-5. Дальше уже где-нибудь в Эвертоне или в Тоттенхэме я бы заиграл. Ну, в Англии там каждый матч, как лига чемпионов, я считаю. То есть тебе даже лига чемпионов не нуждала, у тебя каждый матч. Астон-Вилла, Ливерпуль, Арсенал, Мачестер-Сити. У тебя каждая игра просто как последняя всегда. А ты считаешь, что в целом можно в российском чемпионате при его конкуренции, при уровне в целом команд, даже если мы берем то, что было вот несколько месяцев назад, можно ли при вот этих вот составляющих добиться такого роста, чтобы сразу заиграть даже в нижней пятерке АПЛ? Ну, я думаю, есть многие талантливые игроки, которые могут так сделать, но это все-таки нужно созреть как футболист. Тебя должны очень правильно направить на поле, ты должен выполнять себе очень правильно функции. Я думаю, если ты хороший футболист, тебя заметят и можешь спокойно играть даже уже не в последней пятерке, а в первой, если ты очень хороший футболист. И, наверное, все-таки это больше про единицы или, скорее, десяток игроков. Ну, скорее всего так. А тебе не кажется, что наше русское общество футбольных фанатов часто навязывает игрокам и футбольной общественности то, что вот игроки российские должны хотеть ехать в Европу? Ну, согласись же, в Европе намного интереснее футбол, чем здесь. Да. Так что поэтому не навязывают просто. Там намного высокие скорости. Все быстро, интеллектуально. Игроки индивидуально сильнее. Ты будешь там развиваться в любом случае. Но ведь каждому человеку нужно разное. Например, какому-то футболисту важно сохранить зарплату, потому что у него здесь семья, дом какой-нибудь загородный и так далее. Мы не можем винить человека за то, что у него недостаточно амбиций, хоть он и спортсмен. А кому-то действительно легко, если, например, нет семьи, детей, просто взять, сорваться и уехать. Ну, ты начинаешь свой путь в футболе, и ты уже понимаешь, что ты будешь больше проводить времени в футболе, нежели чем с семьей. И ты уже готов, ты делаешь шаг. И поэтому нужно смириться и понимать, что ты будешь за границей. Если ты будешь играть за границей, то ты будешь один постоянно. И даже здесь люди, которые, например, живут в Казани, они там переходят в клубы московские. Они же все равно, получается, да, перевозят свои семьи, но все равно тяжело же все это происходит. Человек должен быть готов просто к этому, если он выбирает такой путь. А ты изначально понимал, что это так будет? В каком возрасте вообще пришло понимание того, что, возможно, тебе придется тяжело, когда у тебя появится семья? Вообще раньше вот, когда только пришел в футбол, наверное, лет 5-6, я просто получал удовольствие. Это как было хобби просто. Ты приходишь, развлекаешься, играешь в футбол с друзьями, проводишь время, и где-то за 3-4 года до выпуска ты уже понимаешь, что это взрослый футбол. То есть ты уже на пути к тому, чтобы попасть в главную команду, в молодежную команду. То есть это уже профессиональный уровень, и ты потихонечку начинаешь осознавать. И тем более с моим отцом это быстрее приходит все это осознание. Некоторые люди, когда выбирают в детстве или в юношестве какую-то профессию, они не до конца сознают риски и последствия. Ну, например, человек говорит, я хочу быть доктором, но он в какой-то момент только потом уже понимает, что у него впереди 10 лет обучения, и только потом он начнет резать людей. И у футболиста то же самое. Вы на самом-то деле отказываетесь от многого, от возможности куда-то сорваться, опять же, от возможности купить загородный дом и провести там всю жизнь. Мало кто может себе это позволить. Не было чего-то такого, о чем ты подумал. Как жаль, что, возможно, у меня этого не будет из-за карьеры футболиста. Честно, вот только недавно понимаешь, что все, кто занимается спортом, по факту они отказываются от вот этого всего детского. В плане ты после школы едешь на тренировку, да, ты отказываешься от детства. Получается, у тебя просто нету детства. Но при этом, если сейчас у меня спросят, если сопоставить сезай против, конечно же, все это окупается. Все, что ты прошел, сколько ты тренировался, сколько слез, нервов. Я думаю, что это все окупается. Тем более, если ты идешь со своей мечтой. Костя, а как ты относишься к лимиту на легионеров? Честно, многие говорят, что лучше, чтобы легионеры были. То есть, это постоянная практика на тренировке, русские футболисты растут, особенно молодые постоянно. Но при этом, при лимите, больше молодых игроков играет в своих командах. То есть, это двоякая ситуация. Но, конечно, лучше, чтобы были легионеры, ты будешь в два раза быстрее расти. А ты чувствуешь на своем примере, что легионеры делают тебя лучше? Что ориентир на них, ощущение и понимание того, что они играют с тобой в одной команде, они делают тебя лучше? Да, я думаю, что это так и есть. Вот ты в ЦСКА был опорником, постоянно играя с Лашчем, который играет инсайда. То есть, ты постоянно прибавляешь с таким игроком сборной Хорватии. Сейчас игрок Вестхэма. Понятное дело, что ты будешь с каждым разом прибавлять. Если не ошибаюсь, ты попал в первую команду в 19 лет. Что в целом для России, мне кажется, стандартный возраст. Потому что в Англии мы видим истории, где 16-летние ребята дебютируют. У нас развитие такое происходит несколькими годами позже. Но все-таки был ли момент, когда ты подумал, блин, я что-то засиделся, срочно должно что-то двинуться, чтобы я вообще здесь не застрял? У меня была чуть-чуть другая история. Там у меня была такая тема, что меня могли вообще даже не взять в молодежку из академии. То есть, у меня были проблемы физического характера. Я был очень неокрепший. И меня могли вообще не взять в молодежную. Мне очень повезло. Мне дали шанс. И я за полгода очень хорошую форму набрал. Поэтому меня и взяли. А тебе нужно было набрать мышечную массу? Мне нужно было окрепнуть. Это, во-первых. Во-вторых, еще все равно набрать как футболист. Потому что в академии ты все-таки играешь в клубной лиге с командами ФШМ, Локомотив-2. То есть, там 3-4 команды только играют. Спартак, Локомотив, Динамо. А как происходил процесс вот этого добора того, чего тебе не хватало? Больше тренажерки, больше веса? Да, постоянно тренажерный зал. Оставаться после тренировок. Вся стандартная процедура. И так в течение полгода я прибавил. В твоей карьере произошла смена амплуа. Ты перешел с фланга обороны в опорную зону. Как ты воспринял это в тот момент? Ведь ты привык играть в одном видео. И потом тебе говорят, попробуй вот что-то новое. Все-таки это довольно кардинальное различие. Даже в большом футболе мы сталкиваемся с тем, что постоянно игроки меняют свое амплуа. Тот же Лам Кимих все время меняет право защитника на опорную или наоборот. И я думаю, что, опять же, в футболе ты должен подстраиваться и играть на всех позициях. И только тогда ты становишься универсальным. Как игрок, ты можешь помочь своей команде, если что-то не получается. То есть, например, получил там игрок травму, ты можешь его заменить спокойно, и от этого не пострадает вся команда. Я думаю, что ты должен быть универсальным, и тогда ты станешь только хорошим футболистом. То есть, если сейчас тебя ситуативно закинут на фланг, то ты справишься. Но сможешь ли ты отработать так, например, 10 матчей? Я думаю, только с каждым матчем ты станешь только лучше. Мог бы ты на данный момент назвать себя игроком, который владеет несколькими ампла? Да, конечно, я играл в Академии 10 лет правым защитником. Потом меня передвинули в молодежной команде. Я играл чистым опорником тоже более двух лет. В главной команде ЦСКА опять же играл опорником и правым защитником. И переделал комотив, я играл инсайда, цапа. Иногда на фланге правым полузащитником. У нас там схема такая была, что при атаке играл инсайда, а при обороне, то есть правого полузащитника. Футболист должен подстраиваться, играть на всех позициях. От этого будет легче и тренеру выбирать состав, и команде будет легче. А что тебе ближе всего? Ближе всего играть. Где-либо, да? Да, главное играть вообще без разницы. Да, говорит человек уже с опытом явно. А когда происходил все-таки главный переломный момент в смене амплуа, тренер говорил тебе, вот посмотри, например, видео этого игрока, поучись, поориентируйся на него. Или просто это происходило само собой, тебя просто ставили, двигали и говорили, вот теперь ты играешь тут, ну, осваивайся. Последний год из Академии, когда я переходил в молодежную команду, меня вот поставили опорником играть, и тренеру, видно, понравилось просто, как я играл в опоре. Конечно, он подсказывал, что нужно делать, и я сам уже наблюдал, смотрел матчи, когда, как играют игроки опорной зоны, и я становился лучше с каждым матчем. А твои любимые игроки детства, твои кумиры детства, они как-то связаны были с твоим амплуа, или это были, как у всех других людей, просто игроки атаки? Честно, слово такое, кумиры. Особо не было никогда кумиров, никого не было. Мне просто тот или иной игрок нравился, как проводил матч. То есть я просто брал хорошие примеры тех или иных игроков. Мне было такого прям кумир, кумир. Мне он... Мне бывали просто футболиста нравятся. Мне нравится, как он играет, мне нравится его стиль игры. Но нет такого, что он мой кумир, все, я буду на него равняться. Он тебе нравился, потому что просто круто играет, или потому что ты мог в его игре подчеркнуть что-то для себя? Потому что да, у него были хорошие моменты, и я брал только хорошее. На кого ты ориентировался больше всего по ходу возрастления и становления? Смотря на какую позицию, опять же. Ну вообще, я просто, когда смотрю матчи, я просто анализирую, как играть. Тот или иной игрок, как он двигается, где он располагается на поле. Опять же, я не могу выделять кого-то. А каким взглядом ты, как футболист, смотришь на игру? Просто, как и любые другие зрители, на ситуацию в целом, все то, что происходит? Или ты смотришь конкретно по позициям? Кто как обороняется, как двигается? Раньше часто смотрел футбол просто как болельщик, да? То есть, кто как двигается, мне нравится, круто, прикольно. Сейчас же я уже начинаю смотреть, кто как передвигается, какую позицию занимает, когда вступает в отбор, как отдает передачу, как подходит к мячу, правильно или неправильно, как мне подходить. Я ориентируюсь, как бы я сделал. И вот я складываю эти моменты и пытаюсь взять самое лучшее и равняться на кого-то. Ты довольно часто бьешь из-за пределов штрафной. Дальние удары, я бы сказала, что это одна из твоих фишек. При этом у тебя во взрослой карьере нет голов, насколько я помню, с дальней дистанции. Скажи, ты обсуждал это с кем-то? Возможно, говорил ли тебе тренер, что надо реже бить с дальней дистанции, потому что это не очень продуктивно? Ну, есть один гол, конечно, с дальней дистанции в Уфе, но если это считается дальним, за радиусом дальним, это же получается. А, да. Ну, вот один есть. Ну, а так, в целом, нужно же чаще поворотом бить. И если не будешь бить, голов и не будет. Ну, а так, да. Не так уж и много у меня голов из-за предела штрафной. Но любая атака должна заканчиваться ударом. И если она закончилась, это уже хорошо. Понятное дело, что нужно забить. Это суть игры. Если ты забил, ты выиграл. Ну, почти. Ну, а так будем стараться чаще попадать в створ ворот. Ну, а когда ты бьешь издали, ты понимаешь, что вот реально есть момент, который я могу реализовать? Либо ты понимаешь, что просто я не могу сделать пас, который улучшит положение для моего партнера, который может забить? Как это работает? Или это просто ощущение, что, блин, я должен просто ударить по мячу? Я думаю, что удар все равно должен быть подготовленный. Я просто выбираю ситуацию, в которой лучшим завершением атаки будет удар. То есть, понятное дело, что ты можешь, если надо, выкатить человеку на пустые ворота, или есть момент, где партнеру будет выгодней в той или иной ситуации, то да, ты отдаешь передачу. Но когда ты ищешь перед собой ворота, и метров 15-20, почему бы не пробить? Ну, 15-20 это еще щадящая дистанция. Ну, да. Дальше уже я, мне кажется, не добью до ворот. Ну, ты, по крайней мере, предпринимаешь попытки. За неполный сезон в Локомотиве у тебя уже третий тренер. Какие у них фундаментальные различия? Ведь ты поработал с каждым из них, ты понимаешь, какие у них требования, чего они хотят. Каждый тренер по-своему хорош. Каждый по-своему ставит игру. К какому-то игроку та или иная система ближе, да? У каждого есть свои плюсы. Но опять же за всю карьеру у тебя встречается очень много тренеров. И ты должен стараться, если ты хороший игрок, подстроиться под каждого. И я стараюсь. То есть не только в Локомотиве у меня сменилось много тренеров. И в ЦСКА была такая же история. И все равно я стараюсь выполнять все требования. И думаю, что неплохо получается. А у кого были самые жесткие тренировки? Одни из тяжелых тренировок, наверное, у Виктора Михайловича Гончаренко. Очень тяжелые тренировки. И потом после него Ивица Олевич был, потом Алексей Березуцкий. Чуть-чуть тренировки ослабли, и на этом фоне начал тренировать Марко Никольевич. То есть опять стало очень тяжело. И я думаю, что вот у Виктора Михайловича тяжелые тренировки и у Марко Никольевича. А для тебя важно, чтобы была высокая интенсивность тренировок? Просто некоторые игроки говорят, что, опять же, у всех людей разные требования, у всех разные тела, и нужны разные нагрузки. Опять же, даже для разных амплуа ты тренируешь разные группы мышц. Вот для тебя, чем тяжелее тренировка, тем больше ты чувствуешь свое тело? Или, возможно, иногда бывали и перегибы в плане физической нагрузки? Честно, я считаю, что вот молодой игрок, он должен очень часто тренироваться, постоянно, я считаю, что он должен постоянно строить свое тело, можно так сказать. Все время становиться сильней. А вот игрок постарше, тот, который опытный, я думаю, ему можно уже делать не такие тяжелые тренировки. То есть... Ему нужно беречь свое тело. Потому что там уже, скорее всего, не все здорово. Да. И здорово. Насколько близко ты воспринимаешь критику? Раньше очень тяжело было мне воспринимать критику, потому что отец все время вот это вот пихал мне каждый раз после тренировки, здесь неправильно, то неправильно, и ты в себя уходишь, заморачиваешься, да, то есть, а теперь, теперь уже все по-другому. Ты уже понимаешь, что это всего лишь тебе подсказывают, да, то есть, это какая-то та или иная ошибка, и с ней просто нужно бороться, ее нужно исправлять. Сейчас все намного проще. А по ребятам из твоего возраста ты замечал, что они тоже занимаются самокопанием, что тоже переживают из-за того, что их критикуют? Или это твоя частная история как личности? Такая история у многих футболистов, особенно у молодых, и я часто видел, что много молодых футболистов работают с психологами, то есть, постоянно по вечерам звонят, общаются, психологи их направляют в то или иное русло, и вот они постоянно вечерами занимаются. А ты работал? Нет. А почему нет? Да у меня дома свой психолог сидит, с ним работаю постоянно. А у тебя папа больше про кнут или про пряник? Про кнут больше. Ты рад, что это так? Или иногда хочется немножко... Я не знаю, как было бы лучше. А, я думала, ты скажешь, я не знаю, как было бы с пряником. Просто я правда не знаю. То есть, как бы было, если бы с пряником было. Ну, вроде все нормально идет своим чередом. Я как-то обсуждала с Леонидом Викторовичем Слуцким, что каждому игроку нужен разный подход. Например, одного ты можешь отчитать при всех, и он станет от этого лучше. А другого нужно обязательно вызвать просто на личный разговор и только там ему напихать или аккуратно объяснить. Потому что есть люди ранимые, просто все люди разные. Вот для тебя как комфортно, если ты понимаешь, что что-то не получается? Что должен тренер сделать? Позвать тебя на личный разговор или напихать при всех? Честно сказать, он просто должен пообщаться или просто выяснить что-то. Без разницы, как. Если тренер обращает внимание, то есть это уже хорошо. А если вот он уже с тобой не разговаривает, не пихает и ничего не говорит, вот это самое уже плохое. Когда он никогда не обращает внимание на тебя тренер. А что ты чувствуешь в такой момент, когда ты понимаешь, что тренер потерял к тебе интерес? Я стараюсь, честно, на тренировках просто сделать намного больше, все время выкладываться и опять стараться возвращать этот интерес. Получается, недостаток интереса со стороны тренера – это история, которая происходит уже после того, как он понял, что, например, ты ему в данный момент не очень подходишь. Либо это история про личность тренера, который не особо-таки заинтересован в том, чтобы общаться. Есть же и такие? Такое может быть, но надо стараться подбирать слова, моменты, можно даже иногда идти на контакт. То есть это тоже своя психология своего рода. Есть мнение, что спортсмена не нужно мотивировать. Как бы он и так спортсмен, он профессионал, он должен понимать, что от него хотят. Вот ты с этой точки зрения согласен, или тебе мотивация важна? Валерий Георгиевич говорил, да, вы столько денег получаете, вы должны сами себя мотивировать. Ну, я согласен, что только ты сам можешь себя смотивировать. Понятное дело, есть такие люди, которым надо, чтобы тренер в раздевалке поорал, покричал, побил бутылки всякие. Но я думаю, что если ты сам себя не настроишь, тебя никто не настроит. Но все-таки важно, чтобы вокруг были люди, которые тебя поддерживают и вообще понимают. Ну, это собой, я думаю, это семья. Кстати, опять же, я слышала, что у некоторых игроков все идет не совсем гладко, потому что их окружают люди, которые, грубо говоря, не заинтересованы в том, чтобы человек продолжал работать и впахивать. Ну, например, появляются девушки, которые отвлекают, родители, которые тоже отвлекают и так далее, и так далее, друзья, это же вообще там, наверное, распространенная история, которые говорят, ну, не надо задерживаться на тренировке, пойдем лучше что-нибудь выпьем. Вот ты видел кого-то вокруг себя, кто сталкивался с подобным, кого это затягивало? Такое часто бывает, конечно, но нужно все равно выбирать друзей. Цинично. Ну, а что делать? По-другому никак. Нельзя же дружить с человеком, который затягивает тебя, там, пьет, курит, и он тебя постоянно да пойдем, да пойдем, значит, он уже тебя не понимает. Это тоже какой-то бред получается. Это уже не друг, который не понимает, что ты спортсмен, что тебе нужна все время концентрация на игру, на футбол. Само собой, есть такие друзья, которые пьют и курят, но они тебя не затягивают в это. То есть они понимают ситуацию, они с тобой согласны, они тебя ценят, тебя любят, но при этом сами занимаются своей ерундой, но тебя в это не втягивают. Ну, кстати, это очень такой разумный подход, потому что все-таки большинство людей так или иначе имеют слабости. Кто-то курит, кто-то пьет, кто-то занимается чем-то еще, и я больше всего на самом деле благодарна как человек, который не курит и не умеет пить, что мои друзья никогда не говорят мне, а давай мы посидим допоздна и напьемся еще что-нибудь, потому что просто ты ценишь их за то, что тебя в это не втягивают. Поэтому твоя позиция мне очень понятна. А всегда ли тебе было с кем поговорить, если, например, ты чувствовал какие-то моменты опустошения? Да, единственный человек, с кем я вот разговариваю, когда прям все плохо, как я думаю. На самом деле не все плохо, это просто я накручиваю там себя всегда, всегда разговариваю с бабушкой. То есть в любой момент, в любое время можно ей набрать и сидеть на телефоне, на трубке все время разговаривать, и становится легче всегда. То есть она подбирает какие-то слова все время, что становится легче. А тебе важно вообще как человеку вот с точки зрения внутреннего спокойствия иметь возможность поговорить с кем-то, когда плохо или тебе комфортнее все это держать в себе, закопаться в проблеме и как-то с этим жить. Есть тех людей, кто в себе все все-таки держит и пытаясь разобраться сам во всем. Но, конечно, в моей семье, опять же, повторюсь, есть человек, с которым можно на эту тему поговорить и разгрузиться, можно так сказать. И это человек-бабушка. Опять же, я слышала от разных людей, что в ЦСКА, ну не то, чтобы это одно поколение, но вот был ты, эти князян, кучаев, чалов, в принципе, когорта молодых игроков. Я слышала, что все вы дико любите копаться в себе, самоедствуете. И вот я думаю, это тенденция или просто это то, что присуще именно вам? Мы просто хотим становиться лучше с каждым днем и ищем все время проблемы в себе. Я, например, там не точно отдал. И ты начинаешь думать, почему ты не точно отдал. А в той же Европе, да, не точно отдал. Тьфу, и все, и забыли этот момент. И в какой-то степени это хорошо, что человек задумывается за свои ошибки, за все там, косяки неправильные, которые ты сделал на поле. Но с другой стороны, мне кажется, сейчас я уже об этом понимаю, что да, ты ошибся, забыл и продолжаешь играть, тренироваться. То есть, понятно, надо сделать выводы просто и идти дальше. Из тех, кто занимается в юном возрасте футболом, мало кто выходит на высокий уровень. И наверняка на твоих глазах было очень много ребят, которые в какой-то момент просто отселись, они мечтали стать футболистами, и вот они не смогли ими стать. Не было ли такого, что ты смотришь на кого-то и думаешь, блин, а что сейчас со мной случится? Честно, я даже об этом не задумывался. Хотя при этом за 10 лет в Академии я, наверное, составов 7-8, прям полностью игроки сменялись, а я все время оставался в этой команде. То есть, я видел каждый раз других перед собой игроков, но при этом оставался, но никогда не задумывался. честно, вообще ни разу. Но ведь это вообще так грустно, когда у тебя есть мечта и какая-то цель, которой ты идешь с самого раннего возраста, и каждый год ты думаешь, что это будет продолжаться дальше. Опять же, мы сами выбрали этот спорт, и мы сталкиваемся со многим за все это время, но с очень многим столкнулся, и я уже потихоньку привыкаю ко всему, что происходит. Спорт — это циничная штука такая. А если бы не футбол, то чем бы ты мог заниматься? Какая твоя нефутбольная профессия, мечты? Честно, я даже вот не задумывался. Мне нравится путешествовать просто. Всякие места разные узнавать, посмотреть, походить. Профессию не знаю, честно. Так кто-то правильно выбрал профессию. Суперпрофессия, да, футбол? Даже задумываться ни о чем не надо. Знаешь, все время, когда приходите на тренировку, когда уходите, Супер. Ты сказал, что у тебя очень теплые отношения с бабушкой, что когда что-то не так, ты всегда можешь с ней поговорить. А какие у тебя отношения с родителями, с отцом в первую очередь, поскольку он всегда рядом, он наверняка знает о всех твоих нюансах, о том, что происходит. был ли момент, когда ты думал, что я максимально расконцентрирован, но отец просто переубеждал тебя и объяснял, что все нормально? С отцом у нас в основном мы разговариваем о футболе. То есть какие-то дела все время решаем, что-то делаем. Все, ну, в основном все связано с футболом. С бабушкой, психолог, можно так сказать. С мамой, может, вот просто можем поболтать, поговорить, куда-то съесть, поразговаривать. Вот просто обычный разговор без с его с сестрой. Часто начали разговаривать. Вот раньше вообще не любил с сестрой разговаривать. Считал, что это за бред какой-то. У нее свое, что-то у меня свое. А вот сейчас с возрастом она, может, поумнела, не знаю. Ну, точно не ты, да? Ну, да, точно я. И вот, ну, не знаю, как-то вот со всеми по-своему, каждому свой подход. А с сестрой у вас какая разница в возрасте? Два года. Она младше, да? Да. Ну, да, тогда понимаю. Ну, все время порить, что-то говорить, непонятно. Раньше, по крайней мере, так было. Сейчас, сейчас уже нормально. Ну, то есть, созрела, теперь может предложить что-то свое, куда-то поехать, можем там покататься, погулять. У меня три старших брата, поэтому я вообще никогда не понимала, отчего они не хотят со мной общаться. Теперь я выросла, понимаю, почему. Костя, спасибо тебе большое за то, что ты пришел, была рада тебя здесь видеть. Желаю удачи тебе, Локомотиву. Буду надеяться, чтобы Локомотив и дальше продолжил нас радовать классной игрой, и чтобы ты обязательно был в основе. Спасибо. Я очень рад тоже побывать на твоем подкасте. Очень приятно познакомиться со всеми видео-группой и с тобой. И я думаю, получилось неплохо. Надеюсь на это. Получилось здорово. Спасибо, Костя. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok